Добрый день, Тюмень! Очень скоро к нам начнут присоединяться гости, и вот о чём пойдёт сегодня разговор. Проверили себя, что показал АйТи-диктант. Пособия и льготы, соцподдержка семей с детьми. Билет в будущее, как школьники примеряют профессии. В этой жизни надо попробовать всё. Но главное – не начинать с интернета, иначе на этом всё и закончится. Да, но с другой стороны, работать должны машины, а думать – люди. Вот мы недолго думали и решили, друзья, узнать, а кто вы, дорогие наши, с точки зрения владения АйТи-навыками. Оцените, пожалуйста, уровень своей АйТи-грамотности. Вы профессионал, вы уверенный пользователь или вы, как принято говорить, в этой среде чайник. Опрос проходит в группе «Теменского времени» ВКонтакте. Найдите минутку, загляните, проголосуйте, мы будем вам безмерно благодарны. Мы это выясняем с помощью опроса, верим в нас, вот так сказать. А вот организаторы АйТи-диктанта подошли к этому вопросу более серьёзно. Кстати, итоги АйТи-диктанта уже подведены. Как всё прошло? Что он показал? И вообще, как так тюменская идея стала всероссийской? С этой темы стартуем. В нашей студии директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич. Мария Владимировна, приветствую вас. Добрый день. Добрый день. Проходите, пожалуйста, к нам. Проходите. АйТи-диктант – это идея родом из Тюмени, конкретно из департамента, который вы возглавляете. Всё верно? Да, верно. Вспомните, кому эта гениальная идея принадлежит, как она рождалась и почему она родилась. Не думаю, что сейчас воспроизведу фамилию, потому что мы часто проводим некие мозговые штурмы, потому как ещё вовлечь людей в наши проводимые мероприятия, как ещё раз нам соизмериться с реальным запросом населения, поэтому думаю, что в очередной такой бурной дискуссии эта идея родилась. А почему бы и нет? Давайте вспомним первое и второе, чем они отличались, по количеству участников, может быть, по количеству вопросов, по результатам, в конце концов. Количество вопросов у нас примерно одно и то же. В этом году мы остановились на 32. Если говорить по участникам, то мы, конечно, значительно выросли за этот год. В прошлом году у нас было порядка 2000 участников, чуть менее, но это были участники только Тюменского региона. Ага, то есть мы в этом году впервые, наша идея стала вот такой всегда. Были проблемы с продвижением или вот как бы хорошую идею подхватили, и она понеслась? Нет, напомню, что мы с вами весной открыли одно из публичных пространств в регионе, называется «Точка кипения». Так как это российская сеть публичных пространств, где собираются люди по интересам, именно через продвижение, через «Точку кипения» у нас она разошлась сначала по точкам кипения всей Российской Федерации, и далее уже «Точка кипения», вовлекая своих активных граждан в своих регионах, вовлекли и другие сообщества. Отличников-то, отличников-то сколько можно? В школах отличникам золотые медали дают, а эти отличникам что? И сколько их удастся? Самых-самых выдающихся отметим на нашем цифровом форуме, который пройдет в ноябре, на инфотехе обязательно отметим. Но если говорить о Тюмени, то у нас 211, по-моему, человек с табальником. Это много. Вот почему так много? Вопросы легкие или мы действительно такие умные в IT-индустрии? Ну, вопросы, конечно, направлены на широкую аудиторию. Это не специфичный IT, не для профессионалов, это как раз для пользователей. Причем пользователей, может, кто-то чуть глубже, чуть менее, кто-то пользуется сервисами. Но, тем не менее, вот оно... Но вы понимаете, это школьники, это люди взрослые, это дети. Кто участники, если такой обобщенный портет? Мы понимаем, да, подведя итоги, мы понимаем, что там, ну, грубо, 50% это все-таки участники были до 18 лет включительно. А, мало-мало. То есть это дети, это студенты первых постов. 50% так, а вторая половина? А вторая половина была достаточно ровной по возрастной категории, там возраст 30-35 был, превалировал, но, тем не менее... Слушайте, пенсионеров не было, случайно? Были, были, были люди, группа 50+, и, ну, старшему там уже не делали градацию, но точно мы уже... Вы же уже проанализировали все результаты, вот группа 50+, они какие успехи показали, есть там отличники, например? Ну, программы-то шире горизонты, 10 лет они уже должны на такой хороший уровень выходить у нас. Вообще, если средний балл по группам смотреть, он весь хорош, то есть весь, там, ближе к 70% правильных ответов. Если про 100-бальников, то не буду сейчас прямо вот вводить заблуждение, потому что не скажу точно. Обязательно к инфотеху вот эту статистику подобьем, как бы, в такой группе где. А если говорить о блоке вопросов, который вызывал наибольшие затруднения, то вообще у нас там было там 6-7 смысловых таких блоков и цифровые технологии. Какие вопросы, знаете, скоро ты не поймешь. Мы с Димой тоже решили пройти немножко этот диктант и поняли, что его люди не без чувства юмора у вас там составляли. Давай нашего фаворита зачитай, Дим. Зачитываю. В фильме Дэвида Финчера «Она социальная», в компьютерном классе «Локальная», у Пушкина в сказке о рыбаке и рыбке тоже, по сути, «Она». Какая «Она» лежит в основе многих систем искусственного интеллекта? Выберите один ответ. Основанная на больших данных, виртуальная, нейронная, дополненная. Ну, мы, конечно, сразу же поняли, что это сеть. Ну, сеть, естественно. Ну, дальше. И знаете, судя по всему, не мы одни затруднились, потому что мы загуглили все это. И много очень вопросов именно даты 13 сентября датированной. Я понял. Я все-таки не буду скромничать. Я в 93-м году компьютерную библию прочитал. Ну, вы же не все же такие умные. Все-таки правильный ответ, и почему? Ну, тем не менее, да. Нейронная, нейронная. Ну, конечно, устоявшийся технический термин, который сегодня используется, и который вышел к нам, скажем, из научных библиотек, вот пришел уже сегодня сюда. Мы с вами чуть раньше обсуждали вообще, что направление нейронных или там технологий, оно сегодня в приоритете. У нас это прямо такая на пике сегодня популярности. Настре, что называется, там единицы специалистов, но и вызывающий наибольший интерес. Ну, в общем, отличный. А что это такой? Ну, а вопрос просто приклюет. Здорово, это интересно. Интересный подход. Многие все-таки считают, что, ну, простоватый вопрос. Будете усложнять? Я думаю, что мы тоже видим, что, ну, скажем так, подавляющее большинство, да, скажем, большинство вообще, они вот как раз в группе уже с хорошими ответами, то есть с хорошими баллами. Поэтому, действительно, наверное, подумаем о градации. А можно так просто для профессионалов, уверенных пользователей, для чайников? Вопросы, которые задают дети на ЕГЭ, да, по, так сказать, по информатике, там, какие-то такие вот предметы, что-то есть там, общее, нет ли вообще, это две большие, как говорится, разницы. Ну, наверное, это же для жизни больше, да? Ну, конечно, это вещь, которая не должна опираться на глубокие знания, хотя, конечно, что называется, курсу средней школы, он у нас как раз для всех и рассчитан. Нет, не проводили даже такую аналитику, пробовали вот как раз посмотреть, как люди, ну, ощущают себя, вот ровно самоощущение, чтобы еще зацепить такую вот самомотивацию, подсчитать об этом, загуглить, посмотреть, как оно... Специалистам, которые придумывают эти вопросы, большой привет хочется передать. Ну, смотрите, итоги диктанта подведены, а результаты получены. Но ведь не только ради самопроверки населения вообще эта идея затевалась. Какую глобальную цель мы все-таки председали? Выходила вся эта история, и вообще многие такие мотивирующие вещи, они выходят у нас из задачи все время соизмерять себя, запрос граждан соизмерять с теми учебными программами, которые мы сегодня рынку предлагаем. Это наша программа «Расширяя горизонты», это наши различные конкурсные истории, это наши школы программирования и так далее, где-то для профессионалов, где-то для пользователей, ну, вот, чтобы мы понимали, что то, что мы предлагаем в качестве учебного материала, оно смотреть. Вот тема цифровых технологий, ну, как бы, наибольшее затруднение вызвало, вот сюда акцент в образовательной программе, вот в такой общей и сделаем. Понятно. Безопасность, туда будем смотреть и так далее. Прежде чем мы продолжим, мы напомним о нашем опросе. Сегодня мы просим вас оценить уровень своей IT-грамотности. Кто вы? Профессионал? Уверенный пользователь? Или чайник? Опрос проходит в группе Тюменского времени ВКонтакте. Вы знаете, наверное, лет 5-7 назад люди старшего поколения наверняка выбирали бы вариант номер 3 все-таки. Но с тех пор многое изменилось, и лучшее доказательство было этим летом. Со Всероссийского чемпионата по компьютерной грамотности тюменцы серебряного возраста вернулись до не с пустыми руками. Давайте посмотрим, как это было. Сегодня у нее звездный час. Галина Бусыгина вернулась со Всероссийского чемпионата по компьютерной грамотности с медалью, подарком смартфоном и впечатлениями. Вот это иностранцы, вот это дамы из Дании, вот это СВРВ. Борьба в Кирове была непростой. Состязались пенсионеры до 89 лет. Вот он, самый старший участник. Приехал с Сахалина, рассказывает Владимир Аскарин. Он дважды состязался на уровне страны в компьютерной грамотности и теперь продолжает ежедневно уже дома. За этим и пошел на курсы расширяя горизонты. С внуками податься, чтобы на равных. Галину Борисовну посадил за компьютер сын. Мне пришлось подключать интернет, потому что у меня сын в Америке. Звонил мне по телефону, а я не могла ему написать. Поэтому он сказал, мама, давай вперед. Мы сначала с ним скайп установили, общались. Сейчас Тюменко намерена пройти специальные курсы. Программа «Расширяя горизонты» постоянно обновляется. Каждый третий пенсионер вновь возвращается в класс или учится дистанционно. У нас сейчас очень популярно направление обучения на планшете. И мы делаем ставку именно на углубление знаний наших слушателей в работе в сети интернет, получение государственных муниципальных услуг в электронном виде. Как изменились пенсионеры, они стали умнее. Да, то есть их уже не удивить тем, что, например, вот компьютер, вот компьютер бывает таким, вот бабка, вот файлик. Ему же надо что-то более углубленное. Например, очень многие просят, как обрабатывать фотографии для того, чтобы выкладывать в интернет. Или, например, как монтировать видеоролик. Такие уроки тоже будут. И еще одна мечта Галины Бусыгиной сбудется. Я хочу научиться монтировать видеофильмы. Вот видеомонтаж попробовала. Ну, не совсем получается. Это только кажется, что на пенсии свободного времени хоть отбавляй, говорит сосед по парте. Хочется успеть и узнать больше. Что такое пойти в библиотеку? Это гораздо много времени надо. А здесь я сел, открыл и нашел. То, что мне надо. Как правильно собирать грибы, как правильно поймать рыбу, как правильно в огороде покопаться. За 9 лет больше 100 тысяч человек прошли курсы, расширяя горизонты. В этом году обучат еще 3 тысячи. Каждую неделю тренеры из Тюмени выезжают в села региона по запросам пенсионеров провести уроки компьютерной грамотности. Смотрите далее. Экстремальная робототехника, умные машины и суперсложные трассы на Кубке РДК. Это программа «Добрый день, Тюмень». Мы уже обсудили итоги IT-диктанта, порадовались за наших пенсионеров, призеров чемпионата по компьютерной грамотности. Но тема IT не исчерпана. Ее мы продолжим вместе с руководителем, можно сказать, мозгового центра. Главного источника всех IT-нововведений и обновлений. В нашей студии директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич. Мария Владимировна, сейчас одновременно проходит несколько конкурсов, которые направлены на то, чтобы узнать, повысить IT-навыки самых разных слоев населения. Давайте поговорим про мою IT-идею. Это самый старенький конкурс, он с 2011 года, поправьте, если не ошибаюсь. 8 лет прошло. Какие идеи были тогда, какие идеи сейчас, как он изменился? Набрал ли он ту популярность и ту уверенность, которую вы бы хотели? Я думаю, что конкурс занял свою нишу. И вот здесь за последние годы мы не видим какого-то значительного роста по количеству участников. Но мы видим, как ребята по возрасту выбывают из этих конкурсов, и как новые заходят дети. То есть конкурс стабильно пользуется популярностью среди младших школьников среднего звена. Поэтому актуальность его пересматриваем каждый раз, когда осеннюю программу при подготовке к цифровому форуму. Понимаем, что конкурс актуален, и им нужно его сохранять. А вот так интересно. Смотрите, первые участники, они уже теперь взрослые, более-менее люди такие. Что они предлагали тогда, и что сейчас новички ваши предлагают? Ну вот так вот, круг интересов, так скажем. И как они оценивают этих самых новичков, для себя тех самых. Ну если такая возможность есть. Ну просто на что нацелены наши ребятишки, на решение каких вопросов? Ну вот первые годы, это была история, связанная там, например, с стандартными вещами, которые есть. Там электронная тетрадь, какие-то вот такие вещи были, да? Там какие-то помощники. Потом был цикл, когда мы года 2-3 мы уходили прям во все вот эти умные технологии. То есть умный холодильник, умный спортивный костюм, умное какое-то устройство для мамы, в которое засовываешь голову, и оттуда уже с прической, с макияжем. Сначала все набрали. То есть вот такие какие-то моменты. А сейчас, вот в прошлом году уже, такие более, даже идеи становятся более такие, искусственный интеллект, все за меня. То есть вот такой прям исключается человек. То есть вот такие моменты. То есть они отражают реально. А вообще какие направления-то есть? Вот заявки сейчас принимаются, да? Продолжаются. Куда больше, куда меньше. Ну, вы знаете, вот как бы подвести итоги можно будет, когда мы подойдем там к финишной прямой. Потому что все равно вот у нас с вами школьный период только начался. И летнее время это такое затишье у детей. Да, сейчас они будут и педагогами, и нами чуть-чуть там больше инерции мы им придадим здесь в этом вопросе. И заявки будут максимально поданы перед самим конкурсом. Но у нас основные все-таки направления. Это совсем малыши. И их там отличает, знаете, их отличает оторванность реально от отрасли. Они действительно фантазируют. Чем старше становится ребенок, тем идея становится, скажем, в развитии существующего. Эту тенденцию мы заметили давно. То есть малыш, который... Ну, он не отягощен знаниями. Он просто как чистый... Ну, слушайте, наверное, там... Это прекрасно, потому что там вот как раз идеи, они... Ну, те, которые действительно разрывают наше представление. Вы видите, малыши, это какой возраст? Шести лет. Шести лет. До 31 октября, да, принимают заявки? А вот, смотрите, вы ждете от них, от участников, идею, там, прототип работающий, либо просто там какая-то презентация, или уже устройство какое-то. Что принимается на конкурс? Мы принимаем оформленную идею. Она может быть оформлена в виде, там, нескольких слайдов или конкретного описания. То есть не просто там 2-3 предложения. Хотелось бы все-таки вот эту идею... Развернутое более. Развернутое предложение, да. Каких-то требований по прототипу ко всему конкурсу не предъявляется, но есть номинации, где мы учитываем наличие прототипа. Вот мы только что в анонсе говорили про кубок РТК, да, экстремальная робототехника. Что такое экстремальная робототехника? Это те самые роботы, которые сражаются друг с другом? Или что-то тут... Нет-нет, здесь экстремальность... Это не боинственность, да? Хотя есть и такое, да. Это про то, что робот должен уметь работать и выполнять определенные здания в экстремальных условиях, да. Поднимаясь, преодолевая, там, не знаю, различные там есть у нас номинации, там, разрушенные лестницы, в полной темноте, в тумане. То есть вы создаете еще и условия, да, где эти самые роботы проверяются. Верно. И полигон же, если не ошибаюсь, он с каждым годом все труднее и труднее у вас становится. Полигон становится все больше и больше, содержит вот этих кубов, которые как раз представляют разные виды экстремальных препятствий. И вот те ребятишки, которые выиграют здесь в Тюмени, они потом едут дальше на Россию, да? Да. Как мы выглядим на фоне России? Как наши ребятишки управляются с роботами по сравнению, допустим, с ребятами из других регионов? Мы выглядим отлично. Нужно отметить, что эти соревнования у нас вообще зародились в Санкт-Петербурге. И мы, как Тюменский регион, стали первым регионом, который сертифицировал это кроме Санкт-Петербурга. То есть мы стали первой официальной региональной площадкой. К нам приезжают ребята с Омска, с соседних регионов Курган и так далее для участия. Потому что у нас вот прямо первая такая региональная выносная площадка от Санкт-Петербурга. Наши дети выглядят прекрасно. Мы занимаем второе место по количеству активностей и всегда приезжаем с призовыми местами по всем номинациям. То есть участников много, да? К нам приезжают отовсюду, да? Потенциальных желающих. А как их отбирают? По каким критериям? У нас есть отборочные этапы. Отборочные этапы, если ранее мы проводили один отборочный этап до регионального финала, то в этом году, понимая спрос на соревнования, мы уже проводим три, уже завершилось, еще четвертый этап проведем. Все больше и больше, так много желающих? Желающие есть. При этом для того, чтобы... Все равно же есть элемент подготовки к полигонам. Мы всегда создаем площадку, где они тут же ремонтируют своих роботов. То есть они заранее знают, что за полигон, какие условия будут созданы? Нет, всегда есть элемент сюрприза, хотя, конечно, общее описание полигона по требованиям соревнований имеется. Вот смотрите, еще одно событие осени, это чемпионат по робототехнике и программированию на Кубок губернатора Тюменской области. То есть это уже такая спортивная настоящая дисциплина. Там тюменцы только принимают участие или мы также ждем конкуренцию из других регионов? Мы ждем конкуренцию. В прошлом году у нас были участники из соседних, из Уральского федерального округа ребята. Но в целом, учитывая, что у нас создана целая система подготовки, то есть у нас есть эти лабы, роболабы, аквантурин и так далее, то наши дети, идеи наших детей, предложения, проекты наших детей доходят, скажем, более зрелыми, и в финал попадает подавляющее большинство участников Тюменской регионе. Про чемпионат, он из чего стоит? Какая программа? По каким направлениям идут соревнования? Ну, крупная это два блока. Это программирование и робототехника. Если мы говорим про программирование, то у нас там есть, мы рассматриваем проекты по образовательной части, по игровой геймификации. И, ну, то есть то, что можно приложить, как приложение в бизнесе, мобильные приложения, ребята пишут и так далее. Если по робототехнике, то там тоже есть несколько направлений. Там и все приложения, связанные с ВАУ-технологиями, так называемые, да, то есть это истории, которые должны вызвать восторг, удивление, это что-то такое, но вновь придуманное. Это командная история или индивидуальная? Гид спорта. Это допускает командное участие, то есть у нас есть команды до пяти человек, там по разным номинациям есть требования, максимум три человека, максимум пять и так далее. Смотрите, соревнования, чемпионаты, конкурсы, с одной стороны, это зрелищно, это привлекает внимание, да, но главное, это же все-таки работа на перспективу на какую-то. Безусловно. Вот какую перспективу вы видите, и когда эта перспектива будет реализована, на нашем с вами веку или на веку наших детей и внуков? Я думаю, что мы ее ощущаем, мы ее уже получаем. Это ведь, скажем так, подхватывание интереса ребенка и втягивание его уже в такую серьезную профессию, в серьезную деятельность. То есть все эти соревнования как раз показывают, ты соизмеряешь себя с детьми по возрасту, со своими равными себе доклассниками, ты задаешь себе новую планку, ты готовишься к этому, ты следишь за трендами, потому что вот это вот сообщество, общение, ты видишь других роботов, ты видишь другие идеи, то есть ты втягиваешься в это сообщество, и безусловно ты выбираешь эту профессию. Мы знаем ребят, которые были победителями у нас по программированию, выбирали это направление, поступали в вузы, сегодня они уже наверняка там студенты третьих-четвертых курсов, потому что вот за время обучились, поэтому... Ну, даже если это не станет делом жизни, это во всяком случае то, без чего жизни больше, наверное, скорее всего, давайте быть реалистами не будет. Да и для общего развития вещества. Да, технологии, цифры, это все наше будущее. Еще один конкурс, только уже среди школ, это IT-актив 2019. Вот насколько активны учебные этого учреждения? Да, и за что сражаемся, мне интересно. Ну, второй год подряд у нас в качестве приза это класс по робототехнике, то есть вот это специфичное оборудование. А первый-то кому ушел? Первый ушел у нас в Елуторовск в прошлом году, школа номер 4, по-моему. Замечательно. Так, да что надо делать-то, что надо делать, чтобы выиграть себе класс? Да, достаточно многоэтапные, там три у нас крупных этапа подготовительные. Там и вовлечение родителей путем использования ресурсов, предлагаемых вообще гражданам в качестве, там, электронный дневник, наша электронная школа, учет питания и так далее, все, что мы там уже не раз с вами обсуждали. Это вот эта составляющая родительская. Второй момент, ребята создают ролик о том, как можно использовать технологии в образовательном процессе, соревнуются вот по этому направлению. И третий, получается, такой суммарной историей, когда голосование это публичная вещь. То есть три вот таких этапа. Родители, дети и общество. Сейчас пока учебный год, конечно, набирает обороты, когда этот конкурс заканчивается? Я просто лично заинтересовалась, я же, естественно, дети школи, родители школьников. Конкурс идет, и учитывая, что в этом году мы чуть-чуть сместили даты проведения цифрового форума как раз на ноябрь, ровно для того, чтобы дать возможность. Он будет идти также до конца октября. Так, спасибо. Да-да-да, записала. Овладеть необходимыми IT-навыками молодому поколению помогают также современные технологии, которые приходят в школьные классы, например, интерактивные доски или документ-камеры. А чтобы учебный процесс был еще эффективнее, в дело идут гаджеты самих ребят. Впрочем, смотрите сами. 7, 8, 9 и 11. Никакого скрипящего мела и просьб намочить тряпку нет. Надобности в раздаточном материале. То, что раньше было привычным, уходит в небытие. Интерактивные доски и стилусы сейчас обычное дело для каждого ученика и учителя. Экономит время именно для наглядности. То есть не нужно вырисовывать это на доске. Можно взять готовый чертеж и на этом готовом чертеже можно уже работать. Можно что-то исправлять, можно подписывать. А это устройство – документ-камера. Под нее кладут любой учебник или тетрадь. Изображение или текст транслируются на доску. И можно приступать к разбору материала. Вчера была сильная гроза. Подлежащая гроза. Гроза. Подчеркиваем, как подлежащая. Мы все прекрасно понимаем, что современному ребенку нужна современная школа. И, конечно, комплектуя оборудование школы, мы об этом не забывали все время думать. Все классы абсолютно оборудованы самыми современными интерактивными проекторами, которые не просто позволяют изображение сделать интерактивным, а с любого гаджета ребенка вывести его решение задачи, его какое-то видение того или другого вопроса на уроке. Также и наоборот продемонстрировать с проектора лично на ребенка устройство мобильное, то, что объясняет учитель на уроке. Причем любые гаджеты можно подзарядить. Все предусмотрено. Это манипулятор. Благодаря нему можно поднять различные предметы различными насадками. Неучебные занятия тоже с использованием современных технологий. Это лаборатория 3D-моделирования и прототипирования. Александр Трайзи, ученик седьмого класса, год назад увлекся этим направлением. И когда узнал, что в школе открывается такой кабинет... Да, конечно, обрадовался. Мне кажется, это так клево, когда у тебя есть возможность в твоей школе заниматься вот такими различными вещами. И это мне пригодится в жизни, потому что в будущем с этим будут связаны практически все работы. Это двигательный механизм, он расправляет пластик, гнет его, и он получается вот в таком вот виде. 3D-принтеры, графические станции, роботы, квадрокоптеры. Впрочем, главная цель не только научить этим пользоваться. Основная цель – это чтобы ребенок увидел, что вот от его идеи, которая у него в голове, до ее изображения, а потом и до ее воплощения в реальные изделия, либо в какой-то там арт-объект, например, какое-то там произведение искусства, художественное что-то. Буквально несколько часов. И, конечно, современные технологии требуют хорошего интернета. И хотя все школы региона имеют доступ к сети, необходимо наращивать скорость. Да, такое бы оборудование в школе, когда я учился, такие возможности, такие перспективы. Да, прекрасно понимаю твою зависть, но давай лучше о том, что ждет в ближайшей перспективе нас и наших зрителей. А ждут нас итоги опросов, которые проходят в группе Тюменского времени ВКонтакте. Сегодня мы попросили вас оценить собственный уровень компьютерной грамотности. Мы смотрим, сколько у нас уверенных пользователей, сколько чайников-профессионалов. То есть он в 6, уверенных в 57 и чайников в 37. Ну, Мария Владимировна, как вам? Я думаю, профессионалы все на работе и увлечены, поэтому в вопросе прямого эфира, наверное, не смогли принять волноценного части. Хотя я думаю, что здесь еще, знаете, такая наша нормальная русская самокритичность. Мы к себе относимся, если у тебя нет диплома, нет подтвержденного, то ты можешь как бы к себе, ну, как бы иначе... Ну, я теряюсь профессионал или... Или чайник? Нет. Ну, скромность, это не про тебя, мы говорим про скромных людей. То есть вполне возможно, что 37 чайников можно порезать и вполне себе к уверенным профессионалам занести, да? Конечно. Нам нужны четкие критерии. Ну, да. Наш вопрос, конечно, не претендовал на какую-то социологическую точность, но что явно одно, из чайников, конечно, друзья, нужно уходить в уверенные пользователи, потому что, ну, это наша жизнь, нам с этим жить, и никуда она не денется, поэтому давайте повышайте свои навыки, тем более, что в Тюменской области все для этого сделано и все для этого есть. Мария Владимировна, работа у вас еще много, поэтому спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. Полчаса позади, еще столько же впереди. Вот что будет далее. Смотрите далее. Социальная поддержка. На что могут рассчитывать семьи с детьми? Субтитры создавал DimaTorzok